Всем привет, это Судейская. Мы возвращаемся вместе с российским футболом. У нас прошел восьмой тур. Наш состав остался неизменен, потому что мы решили, что в такой кампании мы еще не обсуждали актуальные моменты. Надо это обязательно сделать. Быстренько всех представлю. Тимур Гурская, который потихоньку учит правила. Да уже не потихоньку, а большими темпами. Игорь Шалимов, который человек, который реально большими темпами учит правила. Насколько я знаю, вы стали гораздо больше интересоваться судейством. Гораздо себя вы больше. Вы начали читать правила? Ну я почитал, но опять, лучше не читать. Михалыч даже с коренной делает, присылает с коренной и читает 100%. Я же говорю, это перевод. Это же перевод с английского языка. И там тоже не так все понятно на самом деле. То есть я могу лучше, я говорю, проще набрать Сергею, и он тебе разъяснит. Главный консультант Игоря Шалимова Сергей Лапочкин. Который писал эти правила. Не, 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 переводил, переводил. Автор телеграм-канала «Алё, Реф», это самый большой телеграм-канал о судействе в русском телеграме. Антолий Синяев. И сегодня две красные. Да. И вновь с нами Станислав Сухин. Все регалии мы уже в прошлый раз представили, но не будет лишним. Напомню, что это арбитр FIFA с огромным багажом матчей в РПЛ и еще и работе в клубах. И вообще, ну, у вас просто полный спектр знаний. У меня слишком много, я понял. Нет, это имеется в виду, что твое мнение очень компетентно. Конечно. Это имело в виду Сева. Так мне больше нравится. Красиво ты зашел. Так мне больше нравится. Прежде чем начнем, ну, мы в прошлый раз обсуждали все ошибки, которые были, ну, точнее, резонансные моменты, которые были по первым пяти турам. Поэтому у нас тут несравнительная таблица с решениями ЭСК. Сегодня обсудим восьмой тур. Соответственно, в следующий раз вернемся к нашему классическому началу с сравнениями наших решений и решений ЭСК. Ну, если кто-то хочет посмотреть, прошлую передачу открываем. В начале передачи сравнительная таблица с нашими решениями и решениями департамента и ЭСК. Не всегда сходится. Не всегда. В прошлый раз вообще сошлись со скрипом. Далеко не все. Но, помимо этого, еще хочется сказать, что у нас готовится розыгрыш. Толя, расскажи подробно. Да, он уже готов. Смотрите, это карточки FIFA. Вот с такими замечательными автографами всех, кто здесь присутствует. И два победителя. В комментариях в YouTube нужно написать, кто будет судить матч «Спартак-Динамо». Большое дерби. Кто правильно напишет «Арбитра» и «Вар», только пишите в комментариях полностью «Спартак-Динамо». Главный судья такой-то, «Вар такой-то». А, то есть не только фамилии, да? Да. Я тоже хочу поучаствовать. Не, ну можно фамилии просто, но главное, чтобы… А ты думаешь, кто будет судить? Кухуян, я думаю. Он только что «Динамо» судил. А, нет, он не «Динамо» судил. Не он, не «Динамо». «Спартак-Динамо» судил. А, «Спартак» судил. Да, поэтому не может. Ладно, буду думать теперь программу. Но я уже почему-то для себя решил. В общем, кто угадает и «Вар», и главного судью, тот карточку вот такую получает. И если никто не угадает, тогда будем уже по-главному смотреть. А только «Вар» или «Авар» тоже? Ну «Авар» это прям слишком сильно. Ну и есть за что побороться. Согласен. Прикинь, случайно выигрывает там такой человек, которого зовут Павел К. Из Краснодарского края. Вот и назначил все эти. Главное не угадывать того, кто будет там, где говорил Андреев. Вот это, мне кажется. Слушай, может, Карасев Роналду Криштиану посудил? Приедет сейчас. Нет, ну ему сейчас надо пока поднять, куда эти деньги тратить с такого матча. А, кстати, намного выше гонорара там? Нет, нет, все сопоставимо абсолютно. Ну как, говорят, что 10 тысяч долларов платит в Саудовской Аравии за матч. А в России две, получается. Ну, может быть, час подняли. Раньше было две с половиной. Всего, да? Ты, может, не в то время судился? Не в то время, да, да, да. Ладно, давайте переходить к первому матчу. Не, а можно сказать, что в этом туре было несколько матчей, которых мы ожидали, да, что могут быть проблемные. И вот я бы хотел отметить двух арбитров в этом туре. Мы это делаем редко, но давайте отметим. Потому что Алексей Сухой, мне кажется, блестяще отсудил игру ЦСКА «Зенит». И Артем Любимов, да, сейчас мы поговорим, да, там можно говорить о том, что он в конце бога... Конечно, «Зенит» выиграл у тебя, что у тебя, что у Дорского, все сразу хорошо, сразу все. Нет, ну, я говорю, можно сказать, что он там добавил ко второму тайму 4 минуты, а можно было там 5-6. И Артем Любимов, который взрывоопасный матч, про который мы думали, что же могут быть проблемы, факел Нижний Новгород. Вот ребята отсудили очень хорошо, почему я так считаю, да, это такая вот, знаете, старая школа. Есть фолл на карточку, они показывали, просто фолл, не показывали. И всем было понятно судейство в этих двух матчах. И, к сожалению, сейчас это редко случается, но когда это случается, давайте действительно... Нет, нет, смотри, я по поводу Любимова с тобой на 100% согласен, потому что у него был простой матч команды, они вышли на поле. И, в принципе, судить манекены очень просто, они с тобой ничего не сделают. А в матче ЦСКА «Зенит», мне кажется, он задал градус, с которым потом в конце матча чуть не справился, сухой. Ну почему? Он очень сильный градус задал борьбы, он стал потом перехлёстным во втором тайме, и он уже эту драку погасил ценой большое количество жёлтой карточки. Нет, там всего две жёлтых. Там всего две жёлтых, да. Мог этого не допустить, если вначале, потому что было видно, что какие-то фоллы там, прям команды очень сильно настроены друг на друга. Мы же хотим более контактный футбол, мы хотим более динамичный. Ну, в общем, больших ошибок, согласие, не было. Мне кажется, это описание больше под последнюю игру подходит в Махачкале, когда планка была... А, кстати, а что Махачкале тебе, судья, не понравилось? Я не говорю, что мне не понравилось. Он там в силе матрицы действовал, там от мяча отворачивался, мяч в него попадал. Были там судейские решения. Но я говорю, просто вот два таких матча, которые взрывоопасные казались, ребята отработали очень хорошо. И еще хочу проговорить, прежде чем мы начнем, есть такое общее желание, чтобы, когда мы только показываем эпизод, первыми вступали вы все-таки. Игорь Михайлович, именно... И ты. А, нет, это... А, нет, это... А, я хочу сказать, что Сергей Сергеевич... Нет, люди просто говорят, что вы подстраиваетесь потом. Ну, послушай, ну подожди. Подожди, еще не родился тот человек, под которого Гульская подстраивается. Это раз, но, во-вторых, послушай, мы зовем людей, которых я очень люблю, уважаю. Но если мне Стас и Серега что-то объясняют, я думаю, на самом деле какие-то моменты могу поменять. Потому что иногда интересно ваше искреннее мнение. А, искреннее мнение. Нет, но искреннее мнение, бывают моменты, где мы можем, ну, тонких же много моментов. Смотрите, программы и токи тогда. Это надо послушать, чтобы смешно не выдавить. Ну да. Если там есть объективные... Иногда прошу вас именно первыми. Хорошо. Да, я запишу. Зафиксируй, пожалуйста. Прежде чем мы продолжим, напомню, что крайне важно подписаться на наш телеграм-канал. Там очень много важной, полезной информации. Все анонсы, розыгрыши и еще очень всякие разные интересные новости. Я думаю, вы поняли, о чем я. Поэтому обязательно переходите, подписывайтесь на телегу, на ютуб. Для нас это крайне важно. Мы продолжаем. Рубин Крылья Советов. Первый матч у нас. Судья Безбородов и эпизод с пенальти. Михалыч, ты видел этот момент? Я видел момент. Давайте я начну. Сначала мне показалось... Вот смотри, с точки зрения игрока. И как тренер объясняет игрокам, как вступать в отбор в таких ситуациях. Когда мяч прокидывается и игрок начинает набирать, я зато, я считаю, что он все правильно делал. То есть ты должен... Игрок. Защитник. Защитник, да. То есть ты должен ставить руку, но ты не должен ставить его в горло и туда выше. Ну она у него соскочила, Михалыч. Он ее ставил в грудь. Вот. Он ее ставил в грудь, она соскочила чуть-чуть у него. Аккуратнее. Потому что как техника отбора, ты всегда руку ставишь. Ты ставишь руку, чуть его тормозишь. Не за майку, не удар, не за майку. А чуть его тормозишь. И потом за счет руки, кстати, очень много моментов, когда ты влезаешь корпусом между мячом и соперником. Ну то есть это часто... И это не нарушение. И это не нарушение. Ты без руки туда не влезешь. А вот это называется отбор. Ну как вот получилось в итоге, конечно, чуть-чуть симулировать. Ну я вот знаешь, как я не знаю. Во-первых, он схватился. Мне кажется, что он больше симулировал. Он за лицо схватился. Он за лицо. Не, ну Тимур, я тоже об этом думал. Он ему, знаешь, попал чуть-чуть там по зубам. Но все равно это шея, мне кажется. Смотрите, первый контакт пришелся сначала с подбородком, а потом уже и в шею попал. Он даже не подбородок. Посмотрите, посмотрите. Сначала подбородок, но тем более... Сложно представить Гацюк, например, вот в такой ситуации с Пиняевым. Например, как он поставит руку, то есть он сразу... Он пробежал, он мимо пробежал. То есть здесь, в этих ситуациях ты не должен делать. А вот технически, на мой взгляд, он правильно делал. То есть он ставил, ну видишь, у него рука соскользнула и удар. А по поводу лица, я думаю, правда, что он за лицо схватился, если мы ударили там в шею. Условно, знаешь, как бывает, он может сказать... Ну, как мне на ногу наступили? Он дорисовал. Он дорисовал. На мой взгляд, решение... Но это работа нападающего дорисовать. Нет, нет, согласен, что дорисовать надо. Технически он отбор как бы выполнял правильно, но ошибся в том, что вот рука чиркнула и попала на ему... Да-да, он высоко, высоко. Да, то есть это надо как-то, ну, надо понимать еще в соответствии с ростом, то есть где вот грудь соперника находится. Да, сначала по зубам. Сначала по зубам, да, потом... Поэтому, на мой взгляд, это правильное решение. Хотя решение как бы по отбору игрока я понимаю, но он ошибся. Поэтому это пенальти. Момент для меня неоднозначный. Я бы поддержал здесь решение продолжить игру. Потому что контакт все-таки не самый сильный. Да, попал пальцами по лицу. Ну, сколько таких попаданий. Да, попал в горло. Я тоже с Толиком согласен, что для меня это тоже не значит. Я бы здесь хотел, чтобы в нашем футболе, где говорится о высокой планке единоборств, такие авторитетные арбитры, как Безбородов, Карасев показывали, что вот это не нарушение. Когда за футболку тянут за руку, проигрывая позицию, это один момент. А здесь действительно по-игротски это нормальное вступление в единоборство. Ну, чиркнул, он ему хватается за лицо, хотя попал там, чуть коснулся. Понятно, приукрасил. Но понять решение Безбородова можно. То есть, если бы я вот как инспектор, например, если бы я был инспектором, пришел, и этот момент посмотрел, и принял бы любое решение арбитра здесь, в этой ситуации. Он Безбор поставил пенальти. Да, Безбор поставил. Он поставил сам, да. И вот если бы представить, например, если бы они выпрыгивали вот такая рука, ну, это фолл и желтая карточка. Ну, на самом деле, если бы у них ноги не на землю, как бы борьба не на земле была. Ну, даже вот это тяжело здесь все-таки. Нет, если бы в прыжке была, была бы в прыжке. Ну, если бы там... Ну, вот уже самое. Ну, в прыжке, если бы он ему руку поставил... Ну, вот, ну, подожди, наоборот. Если бы он вот так выстрел руку в прыжке, вообще бы ничего не было. Только если бы локтем бабахнул. Не, если бы он рукой попал в лицо, то ладонь, в шею, в лицо, это был бы тоже фолл. Это фолл и желтая карточка в прыжке. Но здесь они на земле. Да, вот Игорь Михайлович очень толково объяснил. И со стороны действий защитника, что он хотел. И как люди используют руки в борьбе за, ну, соперникам, в борьбе за мяч. Мы видим вообще много моментов, где используются руки. И они как бы легитимны. То, что соскочила рука и попала там где-то в подбородок, ну, это проблема защитника. Да, можно сказать, несчастный случай, что он так мы и не хотел, наверное. Тем более, это угол штрафной. И, в общем-то, какой-то суперопасности нет. И он уже практически первый на мяче. Поэтому, по мне, это нарушение правил. И, видимо, надо отметить, что тот редкий случай, когда судья принимает решение сам. Ну, вот здесь как бы выигрыш на то, что мне тоже нравится. То, что решение принял судья сам, без вар. Потому что сейчас вообще этот вар просто парализовал футбол. Но, не знаю, мне кажется, что такие эпизоды происходят, ну, просто почти что в каждом матче. Ну, да, другое дело, что судья не назначает. И вар считает, что, как сказал Толик, ну, не самый очевидный. Ну, да. И вот в следующем туре мы посмотрим похожий момент. Ну, будем сравнивать. Где дадут играть. И нам объяснят, что, в принципе, это нормально. В этом... Такое точно будет. Я думаю, что в этом проблема, да. Но, опять, если мы считаем, что здесь это фол, то во всем чемпионате это должен быть для нас фол. Тут не может быть такого, что здесь назначил молодец, а в такой же момент не назначил. Я думаю, что по прошедшим восьми турам мы два эпизода отмечали, которые за большие фолы не ставят пенальти. Здесь за меньший фол. И искать говорить, что это окей. И искать говорить, что окей. Не было такое же обозначение борьбы. Но если, например, фол на Зотове не пенальти... Это фол, это вообще Зотов фолил, оказывается. Да, Зотов фолил. Вообще Зотов фолил. Неверный красный. Я буду... 4-1. Ты можешь 4-1. Не знаю, потому что... Нет, смотри. Я потому что видел два эпизода более худших, где они говорят, что недостаточно борьбы, чтобы поставить точку. Сейчас еще... Нет, но там борьба другая. Гатцук, когда выкидывал игрока и тормознул его, и потом вышвырнул, мы как бы на эти моменты... Мы Гатцука будем вспоминать в каждой, в каждой, в каждой, в каждой, да. Ну, потому что это был ужас. Мне кажется, все равно, когда лицо, понимаешь, ты все равно аккуратненько... Ты понимаешь, Михалыч, ты берешь отдельно взятый вот этот кусочек эпизода, это же динамика эпизода идет, понимаешь? Он же в динамике, он же не то, что... Нет, я говорю, он играл абсолютно правильно. Хорошо, давайте двигаться дальше. Всегда подставляю. Нарисовал. Да, давайте, давайте, да. Следующая игра Оренбург-Локомотив, сверхголевая. И тут у нас два эпизода, не пенальти ворота Оренбурга, и не вторая желтая карточка игрока Оренбурга-Мансини. Давайте первый эпизод посмотрим. Здесь я могу начать с Ильянов. Первый на мяче опережает Аганесяна, проталкивает чуть мяч и получает по ногам. И я думаю, почему здесь Вар не вмешался, потому что могли посчитать, что действие закончено. Есть такая история. Вот здесь, Михалыч, почему вот тогда ты здесь что-то не пенальти? Тоже игрок ошибся по твоей версии. По моей версии, вот моя версия. Просто в технический браке. Он хочет выбить мяч. Да, ну вот как я, игрокам объясняли, у нас таких пенальти не было. Ну тут единственное, что он его не видел. Понимаешь, но все равно он хочет выбить мяч, игрок опережает, идет удар по ноге. Но по мне, вот как я отмыслю, то по мне это пенальти, это ошибка защитника. Не надо выбивать, он просто сопровождает, не выбивает его, прокидывает этот мяч. Я, честно, вообще не понимаю, какая здесь в этом эпизоде может быть дискуссия. Нападающий протыкает мяч, ему бьют по ноге. Ну да, ошибка есть, все очень просто. Есть, что давать, Геннадий, ошибка обороняющегося есть, но мне кажется, тут вот как я мысль. И говорить, да, вот как Толя говорит, есть такое заблуждение, да, к сожалению. Прозаконченное действие. Или пытаются, да. Это не удар. Да, и прозаконченное действие пытаются нам рассказать, да. Но здесь самое простое, да, нападающий стремится к мячу, вытыкает этот мяч и получает по ногам. Что нам еще надо? Вот условно говоря, смотрите, вот мы сейчас обсуждаем. Вот если судья в этом эпизоде, Валерич, назначает пенальти, у нас, ну, какие-то вопросы бы возникли? Была бы какая-то дискуссия? Мне кажется, нет. А когда не назначает, что-то пытаемся, какое-то законное действие, еще что-то. Нет, я согласен, просто я не очень понимаю логику арбитров. Хорошо, как бы, ну. Скажи, а вот, например. Есть ли судьи у давления, что это только начало матча? Тимур, дай это говорить. Ну, это не должно быть давления судьи премьер-лиги от того, что там это пятое, десятое или там вот пятьдесят пятое. Ну, оно есть все равно. Вы говорили, что не понимаете логику арбитров. Можете... Я не понимаю, да, вот, допустим, ну, хорошо, главный судья там убежал в атаку вправо, потом сместился влево, что-то где-то потерял, какие-то нюансы. Ну, вот я сижу у телевизора, да, вот мы сидим все вместе, смотрим и не можем понять, как мне кажется, все едино нарушены, не можем понять, как бы, логику рассуждения, почему это не фол. Ну, вот, скажут, знаешь, что, недостаточное, как бы, недостаточное касание. То есть идет там удар... Ну, это же все обман, это же все обман. Да, конечно, вот я говорю, вот от этого надо, от этой ерунды отходить. И опять недостаточный, посмотрите, посмотрите, игрок просто хотел выбить, и у него довольно серьезная динамика у игрока Оренбурга. Ну, да. И поэтому, говорит, что здесь недостаточный контакт. И он сбивает. Нет, вот мы посмотрим, что там ИСК придумает. По мне, тут даже говорить не о чем. Да, давайте тогда сразу голосовать. Здесь не дали пенальти, да? Здесь не дали пенальти, кто считает, что это ошибка. Иварти говорит, почему я под удобную руку. Под удобную руку. Единогласно. Давайте тогда сразу к следующему эпизоду переходить. Не вторая желтая карточка игроку Оренбурга. У игрока Оренбурга уже есть карточка, правильно? Ивар вмешаться не может, конечно, на вторую. 75-ая минута, счет 2-2. Здесь речь о срыве, приспективной атаке, если она... Ну, я бы сказал, грубая игра в том числе, помимо срыва. Ну, а вот помощник, почему не стал трясти флажком, помочь главному? Нет, полнозначно. Но он же мог ему подсказать. А не могут вот так, кстати, подсказать. Конечно, не могут, а обязаны подсказать. Это желтое, да. Конечно. Посмотрите, где судья находится. Судья в идеальной позиции. Оба в хорошей позиции. И мы видим, что Самошников на большой скорости пробрасывает себе мяч. И сказать, что это не перспективная атака, сложно. Но еще Михаилович правильно говорит, уже у защитника нет возможности сыграть мяч. Соответственно, можно говорить и о грубой игре. И вот посмотрите, все, мяча уже нет. И Мансилия, имея карточку, совершает такой фол. Опять-таки, момент, он, может быть, какую-то дискуссию вызовет. Но намного проще объяснить, почему это карточка. Так еще тем более, смотри, если посмотреть, то Мансилия даже мяч не пытается. Не пытается. Так я же правильно говорю. А помощник мне еще не говорит, потому что у главного сына тоже хорошее положение. Он думает, что я полезу. Я говорю, что это вообще сейчас проблема Егора Егорова. Это молодой арбитр, которого, мне кажется, немножко искусственно ввели в Премьер-лигу. И мы видим, что каждая игра заканчивается большими проблемами. В каждой игре вар-вмешательство. Я уже как-то говорил, что Премьер-лига наша. Это не полигон для арбитров. Арбитры должны готовиться в дивизионах ниже. Ну ладно, 28 всего. Да, не из кого выбрать. И поэтому в этой игре еще был пенальти, которого мы не будем обсуждать, потому что там обсуждать нечего. Открытая рука. Ее видно из космоса. Арбитр должен сам принимать решение. Там вар вмешался. И по факту, возможно, у арбитра в этой игре три ключевых ошибки. И это, посмотрите, счет еще 2-2. То есть там при 0-0 был момент не назначенной пенальти. Здесь 2-2. И это мог быть ключевой момент. Важные моменты матча. Да, это важные моменты матча. После того, как Егоров 2 не назначил в Химках, его дважды Безбородов звал, после этого он назначал, его отправили в Викторин Гур. И он там не назначил в пенальти ворот соперников Урала. Его наказали и вернули обратно. И поэтому понятно, что это искусственный проект, пока сейчас, он хорошо двигается, располагается хорошо, все видит, но решение не принимает. А в Премьер-лиге нужны личности. И поэтому вызывает удивление регулярное назначение. Голосуем? Голосуем. Сев, если ты знаешь... А подожди, Валич ничего не сказал. Никто не спрашивает. Молодцы. Я извиняюсь. Обоснусь, пожалуйста. Ну, предыстория, да? Искусственный проект и так далее. Для меня, например, вопрос, почему Егоров не попал раньше. Объясняю, почему. Потому что был финальный турнир Кубок РФС среди 17-летних. Это когда команда Краснодара играла в составе Сулейманов, Уткин, вот это. 19-й год. Это возраст. Ну, звездный их. У нас, как руководители, две игры Егорову дали. Спартак Краснодар, одна из них еще. То есть он там был примерно, не то что наголо, ну, а там в тройке лучших точно судей. Потом, в связи с тем, что я ушел с департамента, Егоров потерялся. По мне было бы очень удивительно. Потому что люди, которые, по моему мнению, были похуже, они как-то быстрее пошли вперед. Я не знаю там... А может быть, это в этом и причина, что приятели? Да, какие-то шепки у него были. Не знаю. Но в перспективе он мне казался, тем более он, в отличие от отца, более выдержан, не такой резкий человек. Вот. Ну, если кто не знает, отец его тоже. Да, тоже судья, известный. Известный судья Игорь, да? Поэтому для меня я бы не сказал, что это вот прям искусственный проект. Он вот подзадержался, может быть, сейчас как-то. А по конкретному эпизоду? По конкретному эпизоду для меня, например, вторая желтая карточка должна быть очевидней. Валерий Ильич, а проголосовал за Егорова, что зеленого поднялся? Да, за двух. За Игоря Вячеславовича и Егоровича. Ну, то есть для вас это не очевидно, а для второй желтого? Просто если мы будем смотреть моменты в других матчах, вот собирать по чемпионату, то мы посмотрим, где как минимум такие же моменты, и не было вопросов по карточкам. Поэтому вот если картинку вернуть, например, второй защитник, ну, как минимум точно успевает вступить в борьбу. И мяч летит у нас не... Он не срезает угол, допустим, в штрафную, а немножко к линии дважды. Нет, а смотри, он же фолк на себе. Грубый фолк. Мне кажется, он за грубость тогда надо давать. Без попытки сыграть мяч. Без попытки он бьет, в принципе, так серьезно. И мать его смотрел. То, что не срыв перспективной атаки, возможно. Здесь за линией мяча три защитника Оренбурга и четыре игрока Локомотива. Гланш один встречает вот уже. Второй вот цикл. Встречается у него партнер рядом. Он по-моему отдает. Но он может такить в борьбу. По моему мнению, я бы, будучи инспектором, вот конкретно по этому эпизоду мог бы поддержать арбитр. Не сказал бы, что это прям вообще ни о чем. В случае с Кенальти мы смотрим, и как бы все понятно. В следующей игре факел по РНН. Желтая карточка Баселия. В смысле? Желтые карточки рассматривали? Нет, там она такая потенциально красная, могло кому-то показаться. Все, понял, сейчас. Посмотри. Я в этом матче два раза уснул. Один раз потерял создание. Это как раз третья, четвертая уже добавленная к первому тайму. Этот эпизод ты видел? В этот эпизод ты спал, да? Ну, наверное, я потому что... Но это чистая красная карточка, нет? Нет. Нет? Посмотри, он еще так подпрыгивает. А я помню этот эпизод. Я помню. Просыпался. Возмущался еще очень сильно комментатор матча. Здесь продавливания нет, и он сразу ногу убирает. Да. Поэтому... То есть, тут, мне кажется, умный, да, футболист? Он понял, что... Нет. Да, что он понял, что он летит. А в начале момента, я вот не понимаю, что он делает вообще. На прямых ногах. Это он вот мяч так отбирает? Смотри. Смотри, где мяч. Пиум. Просто, что он изначально пытался сделать? Ну, вообще, что он хотел... То есть, у него задача отобрать, ну, как бы, чтобы у него игрок с мячом не оказался за спиной. Отобрать мяч или выбить его в аут, он что делает? Ну, ума хватило убрать. Сразу, потому что, вот если было продавливание и чрезмерная сила, это была бы 100% красная карточка, потому что шипы, довольно высокий контакт, но нет вот именно вот этого продавливания и нет чрезмерной силы. И мне кажется, да, Валяш, тут... Нет, ну, желтый, вообще, вопрос к футболисту, боковая линия, никакой опасности. Ты зарабатываешь желтую карточку, как бы, я в сточке зрения тренингских игроков. Нет, ну, знаешь, мы здесь умственные способности не оцениваем игроков, потому что будет еще больше вопросов, чем к судьям. Нет, ну, просто были вопросы, были вопросы. Это ошибка, это ошибка, если бы он был грубее, продавил бы, а чисто и красно. И, кстати, вот... Скажи мне, Сергей Сергеевич, вот ты мне вот расскажи, а как ты, сидя на трибуне или даже бегая по полю, можешь определить уровень продавливания? Так это же видно. А может, вот этот парень, которому, может, у него очень низкий болевой порог или там высокий? Ну, там щиток, там щиток, в отличие от Роши, у него там, у этого игрока был щиток, потому что на эту игру, я думаю, и факелы по Ри-НН, они одели щитки. Нет, в этом они в хоккейной форме выходили. Да, 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 в хоккейной форме выходили. И вот это и есть работа судьи, чтобы это определять. И самое главное, вот почему вот по этому моменту... Что он быстро встал? Не-не-не, очень важно, что мы смотрим в динамике момент, потому что по фотографии, если остановить стоп-кадр, будет ужасающая картинка. Но игрок сразу же одергивает ногу и минимизирует вот этот, возможно, жесткий контакт. Кстати, надо проговорить, что мы в студии смотрим видео. Да, мы видим видео. Мы, к сожалению, не можем показать видео вам. Павелчики, которые смотрят нашу программу, которые действительно очень легко найти эти эпизоды, минуту говорим, все. Не все знают то, что есть авторские права, нам запрещено показывать видео, поэтому мы вам показываем скриншоты, максимально детализированные. Я, честно говоря, думал в этой стране Тимур разрешено все, да, а что-то как-то вот только пока... Пока что мне разрешили только заплывать за буйки, переходить на Ларбат на красный свет. Все, отлично. Ну, дальше... Окей, давайте, наверное, голосовать по эпизоду. Да. Желтая карточка, все считают, что это... Да, ну согласен, согласен, что он быстро так... Правильное решение. Давайте сразу же к центральному матчу Тура. ССК «Зенит», как вы называли эту игру, взрывоопасной. Ну да. И тут у нас тоже один эпизод. Наверное, самый обсуждаемый в этом матче – это Мозес и Алип. На самом деле обсуждать тут особо нечего. Алип вот здесь мяч играет, но дальше у них обычная конфронтация, ничего такого. Ну, потолкались, бывает. Единственное, что, возможно, Дивееву здесь можно было еще за яростное движение дать желтую. Дивеев, знаешь, он сделал какое-то движение, но оно было, ну, как бы, там, не очень хамское. То есть он не дракал. Ну, нормальное, нормальное движение. Ну, он даже может сказать, что он разнимал. Разнимал, как будто бы, да. В принципе, решение здесь по... Ничего, дучи на стороне своего игрока. Ну да, да, да. Он, смотри, вот, посмотри на движение Дивеева. Ничего он такого там просто оттолкнул, чтобы драку остановить. Ну, решение по желтой здесь нормально. Красиво ты интерпретировал, конечно. Не, ну, там, знаешь, как, если он его в лицо... Вот, смотри, вот, условно, вот Иракович разнимает, а это влетел. Ну, влетел, потому что, знаешь, Сев, в какой-то момент драку лучше остановить агрессивно. Потому что она может потом, если ты вспомнишь драку Зенит ЦСКА... А это может спровоцировать. Да, да. Она... Зенит Спартак. Зенит Спартак, извини. Там вот так человек останавливал драку, что она еще хуже завязалась. Здесь как будто он оттолкнул, тем более они оба русскоговорящих, и быстро она прекратилась. Ну, вот мы видим, да, что Алип что-то сказал Мойзесу, и после этого пошло все. Да, да. Вопрос не в единоборстве был, а именно что-то сказано. И причем, мне кажется, это довольно давнишняя история, что Мойзес, Роши, защитники Зенита, они там друг к другу действительно... Ну, послушай, здесь по желтой. По желтой это идеальное решение было арбитра, чтобы он не в кучу, и потом там пять желтых раздать. Вообще, есть рекомендация при массовых конфронтациях давать равное количество желтых обеим командам? Вот такая. Ну, то есть, по идее, с другого... Обязательно по одной из каждой команды. Ну, если вот такой локальный, если прям массовое скопление, то по две. Валерич, а ты как останавливал драки? Пятия были драки на поле? Я одну, слава богу, смотрел с этого, с трибуны. В Раменск, в котором ЦСКА. А, ты ее, да? Ты успел на трибуну убежать? Да, я уехал. А ты сидел? Нет. Убежал и смотрел с трибуны, думал, да, все закончится, я потом приду. Они начали драться, а Валерич пошел домой. Тут мне сказали, что было типа годовщина. Типа, вот, на днях, когда же на этой драке. А, у нас такой даже праздница, да? Просветили меня. Скажи, а вот у тебя реально была такая какая-нибудь в карьере, чтобы прям началась там... Прямо драка, прям драка? Ну, прямо стенка на стенку, чтобы пихание началось. Вот так, на скидку, как-то не помню. Нет, так вот. Серега, не нужно было. Нет, вот типа этого, как бы, наверное, было. Нет, ну вот типа этого в каждом матче. Нет, ну это что, это не драка. Да, это не драка. Ну, потолки Алиска. Что-то надо сказать, Али был одет, что он на Дивеева не среагировал. То есть, если он туда не пошел, могло завязаться. И Али пачек краска. Мне кажется, для таких матчей как раз хорошо, что такие эпизоды, что людям не пофиг. И самое главное, что, ну, после этого ничего особо не было. Да, да, да. То есть, вот как бы это 80-я минута, градус уже высокий. Но судья, опять-таки, он показал эти карточки. Вот если бы он их не показал, то неизвестно, что было. А там у него другого выхода уже, по мнению, не было. Ну, понятно, да. Мы много ситуаций видели, когда выхода нет, а карточки не показывают. Здесь вот Алексей, наоборот, и было видно, что он полностью контролировал эту игру. А что здесь? Не, ну там Кирилл немножко, Кирилл немножко там как-то... Директор по коммуникациям ЦСКА начал этот эпизод рассматривать вообще в ретроспективе предыдущего матча ЦСКА. А Викторов когда зарубились? Ну там не зарубились, там был просто фол, когда Тора получил травму фреозную. Да, ну это такой несчастный случай, на самом деле, потому что вратарь так всегда рискует. А по поводу четырех добавленных, ну действительно, это выглядело немножко, кажется, что меньше. Но опять, ну добавил бы он пять. Ну, наверное, пять было бы там лучше. А еще лучше было бы для ЦСКА, если бы он пятнадцать добавил. Десять, это понятно. Ну, это просто не то, что лучше или лучше. Да, если мы после ключевых матчей будем говорить только об одной-двух недобавленных минут, то дай бог, чтобы так всегда было. Это ерунда, тебе хоть не хватило там девяносто четырех, а вот девяносто пятый, все поменялось бы. Понятное дело, что в матче Динамо... Это всегда надо. В матче Динамо, это девяносто отличная минута сыграла ключевую роль, но в принципе... Давайте... Это не ошибка арбитра. Все-таки проголосуем. За что мы... Правильное решение по желтой карточке. Все, тут единогласно, без споров. И переходим к еще одной игре тоже. Сейчас так Тимур выкинет красную. Ключевых матчей. Меняй местами. Один из ключевых матчей. Меняй местами. Тура Краснодар-Ростов. Я хочу в преддверии сказать, что перед тем, что мы начнем что-то смотреть, я хочу сказать, что если у судей есть желание доконать Валерия Георгиевича, это план, какой-то долгий такой сговор, чтобы наконец-то рано или поздно, чтобы Валера сошел с ума и наговорил себе на отстранение от футбола. Я думаю, они это сделают рано или поздно, потому что из восьми туров Ростов попал три или четыре раза в ситуацию, когда суди принимали решение против этой команды. Я не болеющик Ростова, все это знают, я не болею за Ростову, но Валеру реально монотонно доканывает просто судейские решения. Потому что в этом конкретном матче мы рассматриваем два эпизода, но без двух эпизодов все мелкие фолы, все какие-то спорные ауты, все мелкие фолы в центре поля, все трактовалось в пользу Краснодара. Я не хочу сказать, что Казарцев симпатизирует Краснодару, не хочу сказать, нет у меня это, но совпало так, что все абсолютные решения были в пользу Краснодара. Все, давай теперь смотреть. Смотрим первый эпизод. Для тех, кто не знает, тут Казарцев назначил пенальти и Левников его позвал на отмену, потому что мяч попал в природу. Вот на каком основании, просто вот мне вопрос, если Сева хотел, чтобы я первым высказался, на каком основании он его зовет на отмену? Вот какое основание есть звать на отмену? Есть четко выраженное движение рукой. И я специально, честно скажу, до программы спросил у Валерича, вот эта часть тела, это рука? Он мне спросил, ну по-медицински же вот эта рука, это же рука. Это плечо, я там помню. Она не увеличивает площадь тела, но игрок делает конкретно направляющее движение этой частью тела на мяч и мешает проходу нападающего. Вот он прокидывает себе мяч на выход и движение болезнью рукой. Нет, подожди, вот смотри, я не понимаю, вот эта часть, чтобы она должна быть прижата, это что должно быть? Ну она прижата, хорошо. Но это же не так было. Ну а вот это движение, это не так? Ну я не вижу движения, Тимур. Ну как нет движения, посмотри, подожди. Он разве не делает движения настричь, чем вот? Ну вот же он делает. Здесь движение всем телом, вместе с рукой. Ну вместе с рукой. А что он должен делать-то, Тимур? Ну у него в полметра мяч, ему в принципе мяч в руку впадает. Блядь, ну я не понимаю, как это в полметра мяч, а? Ну я говорю, тут ракурс решает многое, да? Потому что с одного ракурса кажется вообще в грудь впадает. Ну если Тимур считает, что это пенальти, то есть, ну как бы я вот считаю, что это нет, но уже тогда не должен был звать. Ну в принципе, если разнообразить. Главный поставил Тимур. Тимур, Стивовай, вы хотели сказать что-то? Да, тоже хотел поучаствовать. Для меня... Вот, не знаю, редкий момент. Вот допустим, с одного ракурса есть движение и играет как будто локтем. Вот с другого ракурса показывает. Вот есть движение, но играет вот плечом. Вот, поэтому движение рукой, оно идет как по биомеханике, то есть рука не может остаться на месте, она идет как вместе с телом, да, движение. И получается, что движение есть, но нет контакта вот с этого ракурса именно с локтем. Ну вот о чем мы тогда говорим. Значит, он не должен был звать, раз такие вот у нас единого нет. Да, спортное решение. Понимаешь, я говорю, что счет 0-0. Нет, понятно, счет 0-0 это самое начало игры, мне кажется, судья не должен был назначать этот пенальти. Вы посмотрите, где находится Василий, у него действительно плохая позиция, он далеко перед ним. Ну как далеко? Посмотри, сколько игроков, посмотри, сколько игроков, он вообще ничего не видит. Игрок разворачивается, его... Конечно, он вообще не видит этот момент, и вот, подожди, он назначает. Но у него же был повод назначить пенальти? Да не было повода, потому что, я вот говорю, я бы не стал говорить, что это пенальти, потому что, действительно, игрок, кажется, что он этим плечом делает движение, да, с одного ракурса кажется, что это вообще грудью, с другого чуть ниже. Но мне кажется, такие пенальти в эпоху Варни надо назначать. И если вдруг там было какое-то действие руки, как мы много раз видим, что у нас судьи сами не назначают. Поэтому, да, и для судей всегда намного хуже, когда ты назначаешь то, чего не было. Это значит, тебе показалось, либо ты придумал. И потом Вар это отменять. Чем когда ты пропустил, не увидел что-то, и Вар тебя исправляет, это намного лучше. Он не мог видеть. Вот мое мнение, да, а когда ты в эпоху Вар не видишь, не надо гадать, надо продолжать. И если будет там очевидное действие, то тебя позовут. И, ну, мое личное мнение, что это ошибочные пенальти, и Вар правильно исправил, потому что при счете 0-0 такой пенальти, игра бы закончилась 1-0. Но это большой скандал. Вот я не вижу здесь действия, именно игры рукой я не вижу. Мне кажется, рука более-менее в нормальном положении, попадает скорее в плечо. Она в нормальном положении. Да, да, попадает скорее в плечо, поэтому мое мнение, что это не пенальти. У него даже ладонь, Тимур, у него к бедру. Да нет, он играет по-игротски правильно, чтобы прижимать ее, но для меня он делает движение. И вот этой частью тела сбивает мяч. А это как Михалыч говорит, ты когда чуть разворачиваешься, у тебя не может не быть движения. Ты когда чуть разворачиваешься, посмотри, он стоит лицом, а потом оп, и чуть разворачивается. Хорошо, давайте напомню. А вот за что мы будем голосовать? Я как раз напомню хронологию, и потом мы поймем, за что именно мы голосуем. В этой ситуации Василий Казарцев назначил пенальти, его подозвал ВАР, он изменил свое решение и пенальти отменил. Кто считает, что отмененные пенальти – это верное решение, и вот этот эпизод – это не пенальти, это зеленая картина. Может быть, я могу подождить, да, давай все-таки за решение Казарцева назначить пенальти, правильно он назначил или неправильно. А решение же Казарцева и отменить – это тоже решение Казарцева. Да, что же решение, да, он же посмотрел и отменил. Мы все-таки голосуем за итоговое решение. Нет, я еще раз объясню тогда, кто считает правильным, что Казарцев вот этот пенальти в итоге не назначил, кто поднимает зеленую картина. Он неправильно назначил, и я считаю, что ВАР не должен был звать, судя по нашей студии, у нас нет единого. Это мы просто проговорим, но надо решить, что для вас это… Да, надо все-таки, чтобы нам самим не путаться, нам надо голосовать за итоговое решение. Что, для меня это пенальти? Зеленая не пенальти? Подожди, еще… Вы сказали, что это не пенальти. Я считаю, что это не пенальти. Ты говоришь, что это не пенальти. Это зеленая. Да, 4-1. Но вы хотели еще проговорить, что для вас это, в принципе, неочевидный такой момент. Неочевидное вмешательство. Ну, что… Ну, если мы здесь 4-1 у нас, и идут споры, да, Тимур уверен, что пенальти… Тогда мы же говорим, они на 100%, когда они уверены, то они… Ну, знаешь, здесь по логике… По логике, по мне, он не должен был назначать, а если же назначил, то и не надо было звать. Нет, ну, видишь, он говорит, что Сергей Сергеевич говорит, что из-за плохой своей позиции он ошибся. И ВАР исправил. В принципе, для чего ВАР и существует, чтобы исправить такую ошибку. Ну, вот зачем он назначил, я вообще не понимаю. Если он не видел ничего. ВАР его позвал. Ну, да, он мог расстаться на своем… Кто-нибудь мог прийти и сказать, что я вижу, а тем более, когда человек что-то увидел вживую. Вживую-то, кстати, Валич, он не видел. Вот в том-то и дело. Какая-то количество сложилось, но некоторые тяжело отменяют же решения свои. Вась, кстати, один из тех, кто тяжело отменяет свои решения. Поэтому итоговое решение, ну… И второй эпизод этого же матча – это незащитный гол Ростова. Понимаешь, вот посмотри, вот по сегодняшнему, вот как мы говорим, вот в этом эпизоде, вот в этом эпизоде, он не так его толкал, как он улетел. Он поставил, он поставил чуть-чуть руки в Ахайя, да, это, по-моему, было? Да. Но он, картина, реально, этот батчей летит картина. Ну, просто картина летит. Вот вопрос, а почему он не дал закончить, а потом принял бы решение? Я думаю, знаете, как, почему это произошло? Потому что для Василия, и судья должен это делать, только при одном условии ты должен свистеть раньше, когда для тебя просто все настолько очевидно. Вот ты вот просто смотришь момент, и у тебя вообще нет никаких сомнений. И только поэтому, я думаю, что Василий, когда увидел этот момент, он тут же свистнул. А почему? Опять-таки, мы много говорим про Васю. Он помнит все и вся, даже вот когда Валерьевич судил, там, в 2011 году, какой у него момент был в игре, я не знаю, там, Анжи ЦСКА. Может, ему не надо это делать? Послушайте, и у нас в этом году был, прям в первом туре, локомотив Акрон, был прецедент, когда Тимошенко чуть-чуть дотронулся до Морозова. У Морозова взлетела рука, и этот мяч приземлился в эту руку. Было решение экспертное, что вот этого касания достаточно, это фолл со стороны нападающего. Здесь касание намного более сильное, чем Тимошенко-Морозов. Но тебе не кажется, что больше рисует там подальше? Конечно, он рисует, конечно, он почувствовал руки и рисует. Но, опять-таки, мне бы очень хотелось, чтобы мы когда-нибудь этого добьемся, что у нас было бы в российском футболе и судействе прецедентное право. Если в первом туре мы принимаем решение, экспертное принимает официально, что Тимошенко-Морозов это фолл, то это тоже фолл. Если бы там нам сказали, что это не фолл, то и здесь тоже продолжим. И я убежден, что Василий все это помнил, он увидел этот момент, у него тут же, наверное, как вспышка, что ага, там, не знаю, на 19-й минуте локомотив Акрон, был такой-то момент, и судья, и Вася просто автоматом выстрелил. Хотя, конечно же, по логике и с использованием Вар, лучше дать продолжить этот момент, забили гол, и Вар бы просто сошел с ума бы, если бы вот забивается гол и сиди, думай, блядь, фолил он, не фолил. И опять, еще важно, что говорит судья, что он видит. Если бы судья говорит, я вижу, две руки в спину, защитник выпрыгивает, ему не дают выпрыгнуть, толкает, то Вар бы не полезно, ну, как бы, Василий решение подержал. Ты видишь, что он не борется с игроком Краснодара? Ну, то есть у них борьбы-то нет, выпрыгивает, в принципе, один игрок Ростова. Почему он тоже прыгает? Нет, ну он прыгает, но он до мяча бы не доставал. Ну, вот нам, помнишь еще, Рубин? Рубин, да, с кем? Когда подтолкнули, и рука вот здесь, да. Попал, и они толчок не зафиксировали. Да, поставили пенальти, толчок они не зафиксировали. По мне, там толчок был намного сильнее, чем здесь. И самое главное, тогда было решение экспертное, что правильно назначены пенальти, но они ничего не написали про толчок, это просто нас, ну, обманывают. Если остановить, сделать стоп-кадр, в момент контакта руки нападающего и защитника, то игрок Краснодара еще не выпрыгивает, он просто стоит. Стоит пока еще, да. Не, вот уже это случилось. Вот на один кадр меньше. Вот. Вот руки на спине, и прыжка еще нет. Для меня, для того, чтобы 8 килограмм... Ну, ты видишь, он не достает, не доставал бы до мяча. Для того, чтобы 8 килограмм мышцы толкнуть... Вот этому недостаточно, так вот толчка. Поэтому для меня это... Не фол. Не фол. Ну, вот. Голосуем? Да. Я про это же в первом моменте говорил, что... Толь, для тебя скажи. Здесь момент, вот как с Безбородовым, для меня, очень... Не очень, нет, они, конечно, разные, но похожи по степени влияния. Чтобы вот так схватиться за лицо и упасть, вот это вот касание пальцем не слишком... Толь, на Тимошенко-Морозов похож момент? Похожи. Похожи. И здесь тоже похожи. Похожи. И я бы... Не похожа. Знаешь, почему, Сергей Сергеевич? Потому что там Морозов и Тимошенко двигались оба, бежали. И там даже, когда ты бежишь, малейшее прикосновение для тебя достаточно, чтобы придать ускорению вперед и упасть. Этот игрок пролетает мимо мяча. Игрок... Или этого игрока, ты знаешь? Да, не секунду. Батчи. Он пролетает мимо мяча. Он уже не борется. Он уже не борется за мяч, понимаешь? Он ошибся. То есть он его не достает. Он его так и так не достает. Начинает выдумывать все, понимаешь? В общем, для таких ключевых решений хотелось бы, чтобы в штрафной площади... Побольше было бы борьбы. Больше интенсивности борьбы. И об этом заявляет командцев. Мы повышаем планку. Так какую планку? Есть нарушение правила или его нет? Мы повышаем планку. Мы в Оренбурге видели. Какая планка? Там просто, как это сказать, помягчится. Ну, не надо помягчится. Пенальти проебали и все. Да, вот. Не надо помягчится. Голосуем. Голосуем. Что надо делать? Еще раз, Евгений. Но мне все равно непонятно, почему он не дал закон. Ну, дай закончить. Я же объясняю, что мне кажется, для него это был очевидный момент. Скажите мне, вот вы мне как судьи скажите. Вот у него, допустим, была такая уже спорная ситуация к этому моменту. Вот с этим первым моментом в начале, да? И Вар его исправил. Не висело ли у него в голове это, что он второй раз может ошибиться в матче? Все висит в голове у судьи. Надо это все убирать, да, Валерь? Ну, это сложно сделать. Кстати, сама можно вспоминать, да, кто тебя... Это же в одну матчу, Валерь. Знаешь, какое здесь впечатление создается? То есть он играет головой, и он свистит быстрее, чтобы Ростов не забил. Да, да, да. Вот такое у меня ощущение. Он свистл, по-моему, еще до того, чтобы он ударил по мячу. Конечно. Поэтому, если бы он свистнул после, то уже Вар бы мог рассматривать. Здесь сигнал был раньше. Есть же, да, рекомендации давать для игр? Есть рекомендации. Мы об этом и говорили, что есть рекомендации, но при условии, что у тебя есть какие-то сомнения. Если ты уверен на 100%, и это касается ассистентов, что если вне игры 2 метра, не надо ничего давать. Ну, все может, ты тоже... Под такого толчка руки. Ты тоже немного противоречишь себе. Ты говоришь, с одной стороны, что он тут не дал доиграть, а с другой стороны, ты говоришь, пусть судьи сами принимают решение. Мне не нравится, что они слишком зависимы от вар. Вот он принимает решение. Ну, Сев, знаешь, как смотри, человек в этом матче, в одном матче, не то, что, как вот Серега говорит, что у него был, допустим, первый тур, там и восьмой тур. Он в этом матче принял решение, по которому он ошибся. Ну, как выяснилось. Это в одном тайме. Да, в одном тайме еще. И тут же, и тут же, и может быть, у него просто это в голове, он уже зашуган и бегает. Понимаешь, и уже как бы на опережение играет. И поэтому, мне кажется, что тогда хотя бы дай играть эпизод. Ну, если ты уже в один раз отбиваешься, и у тебя удар, если бы тот эпизод остался бы на своем мнении, я бы тогда вот этот эпизод бы тогда тоже бы не трогал. Хорошо, голосуем. Подожди, кто считает, что фолл был и гол не засчитан правильно? Судья прав, судья прав. Кто поднимает зеленые карточки? Кто считает, что это неправильное решение, красный? Во. 4-1. Ну, бывает. Ну, а что, бывает. Бывает. Как бывает. Бывает. Умера. Да. А тут и говоришь про меня все. Мы с Васей в одном доме живем. А, ну так это давайте учитывать еще будем. Все питерское. Уже не заведет. Банда. Уже. Переходим к следующей игре. Динамо Ахмат. И пенальти ворота Ахмата. Михаилович, ваш выход. О-о-о. Не дает. Недавно причем был. Значит, смотри. Мне вот что интересно. И что хотелось бы мне понять во всех вот этих ситуациях. То есть, со стороны, как представитель, скажем, тренерского, да, там, тренеров и игроков. Вот мне важно объяснить, как действовать игроку вот в этой ситуации. Вот что он должен делать, чтобы избежать вот таких бестолковых пенальти. Можно я поправлю, Михаилович, вставлю? Ну, как бы вот, если, допустим, учитывая, что мы с тобой, ну, как бы, проговариваем всегда эпизоды и много уже матчей с тобой рядом, ну, вот как будто бы, а куда жира в эту руку деть? Так я тебе про это говорю. Ну, куда? Он даже ее не... Вот смотри. Он не так ее даже отставляет. И здесь, и здесь формулирует. Если бы ему попало в другую руку, еще как-то можно было, она у него туда. Вот как бы я... А ее рука куда его деть-то? Другая шла, как опора, да? Да. Вот, я бы четко... Потому что надо правила, на самом деле, посмотри. То есть правила, вот, насколько я понял, это вот перевод, я не знаю... Это трактовка сейчас идет. Сейчас вот это в тексте правил вы такого не найдете. Это идет реально трактовка. Трактовка, как бы хотел, так и... Да, которую судим, говорят, перед сезоном. Ну, по мне, вот, трактовка, то, что касается руки, то есть, если мяч... Здесь, вот, смотри, здесь есть игра рукой? Ее нет. Ну, я не вижу... Есть контакт мяча и руки, да. Ну, вот, то есть мяч попадает в руку. То есть здесь она увеличивает площадь тела, да. Да. И я бы, вот, какую формулировку, почему для меня это не пенальти? Потому что мяч попал в руку, движение, которое увеличило площадь тела, ну, как бы, естественное движение этой руки, в которую попал мяч, оно увеличило площадь тела. Поэтому не пенальти. Вот что они здесь скажут? Игры рукой нет, мяч увеличивает, но увеличивает. Что они сейчас вот скажут? Какая трактовка будет? Кстати, сегодня информация появилась про руку Кукурелье, что УЕФА в итоге посчитала решение ошибочным, потому что... Но она за рука была. А вот за что бы я цеплялся бы здесь, но об этом не говорится. Куда мяч летит? Мяч летит в ворота. Так же, как и у Кукуреллы. Мяч летит в ворота. И тогда ты, возможно, можешь давать пенальти. Да, сейчас в Лиге Чемпионов будет такая ситуация. Вот как рука Кукурелье, если мяч идет в сторону ворот, не в ворота, а в сторону, в двор ворот, туда бьется, да? Ну, то есть опасность есть какая-то. Но вот я знаю, что УЕФА сейчас будет просить в матчах Лиги Чемпионов... То есть, по новым правилам это рука? Нет, по правилам УЕФА и мировым это не рука, потому что они сейчас, вот если ты делаешь, вот как мы много раз уже говорили с Михайловичем, если игрок идет блокировать удар и блокирует этот удар, то соответственно он выполняет техническое действие, которое он хотел сделать, да? Да. И после этого происходит контакт мяча и руки, то это ненаказуемое действие. Но в России перед сезоном... Кто это выдумал-то? Ну, в России Мажич, кто еще? Он сказал судим, что мы в России хотим, идет блокировать, рука отставлена, это будет фолл. Поэтому судим об этом сказали. Да, судим об этом сказали, и они выполняют. У нас был Зенит-Динамо момент, Спартак-Рубин, и вот этот третий момент, это самый сложный момент из этих всех, вот мое личное мнение. И я знаю некоторых арбитров, которые, действующих арбитров, которые считают, что это категорически не пенальти, даже сейчас. А если они, то, что они говорят, Кукурелла, Кукурелла стоял, там можно было говорить... Да, ну вот так стоял все равно, руки растают. Там можно говорить о положении руки, а когда идут подачи, игрок двигается, как вот мы... Это было тоже в Датчане, по-моему. Поэтому там опять мы вернемся. Положение руки и движение руки, естественное движение. Михаилович, короче, хлеб у нас будет всегда. Станислав Олегович, ваше мнение. Ну послушайте, умных людей. Ну что, Валерий. Ну ты не в ту студию пришел. Не, а подожди, и последнее, и последнее, я говорю, по-тренерски надо понять, вот этот самый забивал, Ростов забивал Спиртсян, Осипенко, ну он просто стоял, хотя он мог накрыть. То есть игрокам надо что-то говорить, просто убирайте руки за спину и стойте, все, и ничего не надо, не надо ни удары накрывать, вообще не двигайтесь. Просто руки за спину, офигенно мы идем, куда мы идем-то? Мы идем, чтобы больше голов забивалось. А, ну понятно. То есть связываем защитников и развязываем руки нападающим. Ну получается так, да, к этому все идет. В жопу руки засунули и бегали, и вот тогда будет у нас естественное положение. Валерий, нормально, подводок тебе сделаю. Давай. Я достаю оттуда руки, туда их засунули, но я не вижу, что плохого делает защитник. Вот он делает все очень правильно, и в итоге после рикошета он даже пытается увернуться. Он даже руку хочет спрятать. И мяч попадает под мышку куда-то. Как-то куда-то вот с полуспины, скажем так, как-то сбоку этот мяч попадает, но по-другому вот в данном эпизоде, по всем законам физики, кибернетики, ну он по-другому просто не мог играть. Ну да, но еще... А то, что он рискует, оставляя вот эту руку? Он летит под катей и падает, куда ему эту руку? Если бы она была выставлена до конца, тогда он рискует. Нет, нет, ну вот так хотя бы падает. Подождите, вот мы говорим про естественное движение. Ну как, ну если человек, вот он катится, это естественное движение, потому что иначе бы у него рука в другом месте была бы, если бы, ну ему тогда неудобно. Михаилович завелся. Михаилович, смотри, вот я что здесь согласен со Стасом, что если бы у него рука хотя бы вот так оставалась... Да все равно так люди падают. Ну нет, ну нет, а вот он падает прямо идеально. Он идеально падает, он пытается как-то под катей срубироваться. То есть и в этом проблема-то, что ты должен определить движение, вот при этом движение корпуса, руки двигаются, в одном у нас разборе, тут падение просто, окей. А чем вот та рука, которая вы говорите, что не рука, отличается от этого? Ну чем? Тут так же самое человеку... Да просто естественно висело. Вы здесь посмотрите, тут знаете, в чем еще история? А можно посмотреть, где позиция судей? Посмотрите, судья находится просто в идеальной позиции и не назначает пенальти. А ВАР его зовет. И вот тут уже вопрос... Вот вопрос. Вот тут как раз вопрос, это очевидный пенальти? Ну, мне кажется, для всех неочевидный, да? Неочевидный пенальти. И вот надо ли ВАРу вмешиваться? Вот тут очень большое определенное. Так вот что у него в голове, что он его зовет, он что говорит? Игра рукой, что он ему говорит? Рука увеличивает объем тела. После рикошета. Все. А кто был на ВАРа? Нет, ты никуда не пойдешь. Ну, по-моему, ну как увеличить? Еще одна рука будет... Ну, Сергей, ну она всегда увеличивает, она двигается. Но она всегда увеличивает, надо вообще про это забыть. Пускалев, да, то есть опытный, очень опытный арбитр. Очень опытный. Ну, неправильно, ну я пьюсь, вот у меня руки, вот я прыгаю. Я понимаю, Михаил, я понимаю. Не, ну вот здесь вот все... Вот именно, если они это скажут, то все, я говорю. Что, все? Я даже не знаю, что говорить. А вот нового гостя, что ли, будем называть? Нет, да я имею в виду все, с ними все понятно. С ними все понятно. Ну все, давай, что... Давайте решать. Был назначен в этом эпизоде пенальти. Ошибка. Ну, для меня это ошибка, да? Правильно? Ошибка красная, правильно. Ну, ошибка красная, это как ошибка для меня. 3-2 у нас. Потому что у нас были уже президенты похожие. А, то есть это пенальти. Станислав Валерьевич остается в этой программе теперь навсегда. В игре «Зенит», «Динамо» и «Спартак», «Рубин» были похожие подобные эпизоды назначены. К сожалению, если вы здесь... Секунду, секунду. Секунду, не упусти. Я согласен с Тимуром. Что остаюсь навсегда. Да. Отвяжите, Валерьевич. Вторую ногу ему привяжите. Нет, ну, я говорю, что она немножко отстала, но он делает все правильно. И расстояние короткое, и рикошет, и он пытается увернуться, и мяч попадает, но не вот в такую выставку. Ну, да. Еще один уже по бедру прокатило. Нет, мы говорим, Сергей, вот мы говорим, с Рубином у него же вот так рука была. Но мы в итоге-то сказали, что... Она у него за спиной была. Нет, но все равно, она естественная же движение при падении. Я согласен. Но вы помните, там было еще два футболиста, которые просто убрали руки и не рисковали. И они не обязаны это делать. Вот, я так говорю, мы когда-то должны зимой прийти к тому, что тренер говорит, вы в штрафной, руки за спину, и вот так бегаете. Потому что мы ничего... Вот как ты тренеру, вот я как тренер, что подойдет, и он скажет, Михалыч, а ну вот... А что он не делает? Что я нарушил, что я сделал не так? Нет, Игорь Михайлович, я сразу сказал, после первого периода мне очень понравился ваш тезис, он реально крутой и классный. Когда вы сказали, что надо понимать, за что вообще наказываешь футболиста. Чтобы вот тренер понимал, вот этот пенальти, и я понимаю, за что наказали моего футболиста. Да, начинаю работать, чтобы этого в будущем не было. А вот сейчас, вот в этом моменте, вы понимаете, за что... Что я ему скажу? Никакий, стой. Матч Акрон. А там все Сергеи, да? Ты что ли подбирал? Кстати, мы так ездили, Карасев, Иванов и Лапочкин, и все Сергеи были, и все за границей были очень довольны, что не надо учить шесть имен, как бы все были однажды. Игра Акрон-Химки 3-0, не пенальти, ворота Акрона. Ну, счет 0-0 был. Ну, счет 0-0 был. Да, в этот момент 0-0. Михаил, все для тебя, руки всегда для тебя. Красный защитник. Интересно, что вот в таком эпизоде Вар не вмешивается, а в предыдущем вмешивается. Вот это дилемма страшная. Это вот, смотри, Михаил, это же отставленная рука? Да. И мяч попадает в эту руку. Он не прыгает, Михаил. Не прыгает, он стоит. Я нету для него это... Рука, рука отставлена. Так, мяч попадает в руку, которая неестественным движением увеличила площадь килограмм. Да, да. Бенальти, нахти. Ну, все. А, все. Ну, здесь же видно, что он мог это чуть ниже. Только вот, Михаил, знаешь, взрыв мозга в чем? Что в предыдущем моменте судья не назначает, его зовет Вар, а в этом судья не назначает, а его Вар не зовет. А вот я поэтому здесь... А такой момент более очевидный. Более очевидный. Вот этот, конечно. Вот и все. И вот получается, а как так может быть? Еще одно иное. Мы говорим, что у меня ощущение, что судьи сами, вот они рука, и они потом начинают думать, вот что это? Так и так есть. Это что? Так и есть. Увеличивает, не увеличивает, естественное положение, неестественное. Ну, вот я формулировку даю, если мяч попадает в руку, нет игры рукой, мяч попадает в руку, но она отставлена. Тут даже можно сказать, что это игра рукой, в принципе. Ну, просто, конечно, игра рукой. Тут вот если бы сказать... И вот здесь вы понимаете, за что защитник, как что ему говорят, будь аккуратен. Ну, я говорю, ну, конечно, не молчуешь, не пугай меня. Нет, здесь для меня тоже пенальти, но единственное, что может оправдывать Вар по невмешательству, это вот рука Форини, которая держит на плече руку, посмотрите, ее плохо видно. Он вот так держит руку и на нее дает. Да, да. И, возможно, это повлияло на то, что у него рука пошла разворачиваться. А, то есть, он такой силой давит. Что, что у нас в бутболистов всегда кто-то дает, болельщик, ты чего думаешь? Я думаю, что это пенальти. А вот если бы они прыгали, то вот тогда бы у него в естественном положении было. Вот как, вот ты прыгаешь, и у тебя рука под 90 градусов. А здесь вот рука. Где Рональда, который выпрыгивал? Рональд у меня в телефоне. Посмотри, как он выпрыгнул, и как прыгать, чтобы у тебя руки были внизу. Но это невозможно. Михалыч, ну это не последняя рука в наших передачах, поэтому все нормально. Еще будет. Ну, что-то конкретно в этой последней. Да, в этой последней. Тема, ты что думаешь? Я тут не голосую, слава богу. Так ты, мы не говорим, у тебя нет гарантии. Не-не-не, я даже... А мысли у тебя есть, это пенальти или нет? Простите, я судейские решения не обсуждаю. Он не любит эти вопросы. Я тут узнаю для себя англобы, правила познаю. Ты думаешь, почему Сева у нас модератор нашей программы? Он вообще, ну, учитывая, что мы два года в итогах, он никогда не вмешивается в судейские ошибки. То есть он не считает, что не это главное какое-то... Ну, просто для меня в этой программе важнее познавательное. Потому что знаешь, что я сейчас скажу? Если был удар, вот, например, он руку выставляет, и там можно спорить, естественно, движение не сесть. Был бы удар, ему попало бы в руку, это одно. А тут, видишь, мяч на груди, и получается, что он его снимает, как бы... Я бы даже здесь говорил, просто, что здесь не проходит. Проблема в том, что в один день эти матчи проходят, в одном завод, в другом не заводят. На ИСК, на ИСК, на ИСК, на ИСК. А почему, ну, мы же не знаем, может, Химпи напишет? Надо писать, а как, ну, как Сева сообщи всем. Ну, это только и с клубами, вообще, пусть пишут. Я вот сегодня просил, чтобы один клуб написал. Попросите, попросите, разъяснись. Я не буду говорить, чтобы не подставлять никого. Я догадываюсь. Не надо догадываться. А моменты здесь были? А моменты здесь были? Были. Были, были. Хорошо, давайте голосовать. Давайте голосовать. Пенальти или пенальти? Пенальти. Дожди, ну, ошибка, судя. Да, ошибка. 5-0, еди на глаз. А я вас уверяю, вот этот момент замылить, его вообще нигде не будет. Ну, это был... Просто надо написать. Вот для этого мы и собираемся. Чтобы не один умит не замылился. Химпи должны написать, обратиться, объяснить, пожалуйста. Я еще хочу попросить, что на следующую программу, Толика, попросить. Потому что мне просят зрители, правда, много мне пишут. Я тебе говорю, что два года веду итоги. И у меня нет столько реакции зрителей наших, которые действительно смотрят футбол, которые очень хорошо разбираются, как на судейскую. На судейскую прямо реагируют сильно. И мы разбираем только вот такие эпизоды, которые повлияли сильно на ход матча. Очень часто бывают какие-то эпизоды, Толика, которые в центре поля трактуются странно. Я бы хотел, чтобы ты иногда... Ну, понятно, что мы всего с матчей не можем. Но там, допустим, какие-то ключевые матчи, которые там важны. Такие полуспорные моменты, чтобы ты тоже выносил. Давайте мы договоримся так. Канал Алю Реф. В описании есть связь со мной. Да, пускай они тебе пишут. Например, вот в матче Спартак Динамо, я думаю... Интеграция пошла такая аккуратненькая. Нет, ну просто написали мне в книжку. Сказали, вот смотрите, вот момент. А мы уже решим тут редакцию. Выносить его не выносить. Да, и отстаньте от Тимура, пишите Толику. Да, это правда. Потому что я, если честно, они думают, что я вижу. Я эти моменты вижу так же, как и все зрители, которые... Но вообще пишите в комменты, потому что мы все читаем, следим и пытаемся прислушиваться. Да, кстати, я читаю каждый коммент. Если вы до съемки передачи... Скоро седой станешь, как Валерич и я, поэтому не надо читать. Я всегда нажимаю новую. Игорь Михайлович, Игорь Михайлович. Я не седой, я седой, я просто так. Я просто много читал в детстве. Спасибо вам большое. Да, не забывайте написать, кто будет судить. Вспоминаем про розыгры. А в следующей неделе у нас вообще страшная. У нас Кубок России, Лига Чемпионов и Чемпионат России. Но Лига Чемпионов это крайний случай. Мы все-таки по нашему футболу... А случаи будут. Будут точно. То есть, двугневная. Да, двугневная передача. Лига Чемпионов вообще трехдневная на этой неделе. Да, на этой неделе. Но нет, у нас будет двугневная передача. Хорошо, все, еще раз спасибо вам, что приходите и высказываете здесь свое мнение, даже если оно не популярно. И объясняйте нам, это прежде всего к вам, все эпизоды, все правила. Надеюсь, что эта программа не только резонансная, но и познавательная. Спасибо большое. Мы закончили.